Друзья, я вас приветствую на Радио Европа Либер, это программа Пункт Ши Де Ла Капот и я, Наталья Морарь. Мы привыкли говорить о нашей местечковой политике, тем более началась уже официально избирательная кампания, но не надо забывать и о важных событиях, которые происходят сейчас вокруг нас в регионе. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, Беларусь и вообще геополитические игры в нашем регионе. Что это, как это происходит и как это на нас может повлиять? Поговорим об этом своими гостями в студии. Итак, друзья, как я уже сказала, в Нагорном Карабахе очередное обострение конфликта, уже второе за этот год. Это самая долгая война, которая началась еще в конце 80-х годов и самое время вспомнить вообще о замороженных конфликтах на территории бывшего СССР, о том, как это может сказаться на нашей стране и о том, как вообще геополитика влияет на такие страны, как Молдова. Об этом я хочу поговорить с моими гостями в студии, экспертами и по внешней политике, и по безопасности. Верилан Чеботар и Антолом Царанов. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либерс. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Для нас в Кишиневе важно, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? Абсолютно важно. Мы, к сожалению, прикованы к этому конфликту военному тем, что на нашей территории существует непризнанная республика, сепаратистская республика, поддержанная Москвой. И эта непризнанная сепаратистская республика входит вместе с Нагорным Карабахом, Арцахом, в так называемое Содружество непризнанных государств. Второе, Республика Молдова продолжает быть членом Содружества независимых государств, СНГ. С одной стороны, с другой стороны, мы являемся вместе с Азербайджаном и Армениями членами European Partnership, значит, партнерства, европейского партнерства. То есть, существует много форматов, в которых мы пересекаемся, в которых мы живем вместе с Армянами и Азербайджанами в определенном геоэкономическом, геополитическом, геоисторическом, геоэтническом регионе, в одном регионе. И поэтому все, что сегодня там происходит, косвенно или прямо, влияет и на, в какой-то степени, и на нашу жизнь. Не говоря уже о той маленькой, но достаточно визибельной диаспоре, азербайджанской и армянской диаспоре в Республике Молдова, которые политически очень активны, которые продвигают свое видение диаметрально противоположное о том, что там происходит, и влияют в том числе и на политические дискуссии, на то, как мы воспринимаем этот конфликт. Мы видим очень активное участие, по крайней мере, на уровне переговоров в этом конфликте, таких стран, крупных стран, как США, Россия, Франция и Турция. Если вспоминать Дежинского, великую шахматную доску, Нагорный Карабах — это шахматная игра, где опять столкнутся геополитические силы или, на самом деле, может быть, достигнут определенные договоренности и найден какой-то консенсус. Потому что мы, как Молдови, каждый раз говорим о противостоянии Запада и Востока, то бишь России и коллективного Запада, в первую очередь США. В данном случае, в Нагорном Карабахе, это противостояние или это сотрудничество? И для нас что имеет большее значение? Ну, если проводить какие-то параллели между Карабахом и, например, Приднестовским конфликтом, который нам значительно ближе и который болит здесь непосредственно, то скорее нужно констатировать, что международное участие в разрешении этих конфликтов скорее привело к замораживанию этих конфликтов, нежели к их разрешению. Это когда мы говорим о международном факторе. Ну, потому что, наверное, эти конфликты, во-первых, имеют достаточно глубокие корни, это первое. И второе, потому что существует большая геополитическая игра, а эти конфликты являются лишь элементами этой игры. И до тех пор, пока не достигнут какой-то определенный консенсус между большими игроками по определенным точкам, очень трудно предположить, что в этих точках произойдет разрешение, учитывая, что эти большие игроки имеют веское слово сказать разрешением этих конфликтов. Что касается Нагорного Карабаха, то тут нужно констатировать одну вещь. Принципиальное различие между Приднестовским конфликтом и Карабахом, это то, что в Карабахе присутствует явная этническая компонента, в то время как в Приднестровье она... Религиозная. Ну, разумеется. И религиозная, да. Культурно-религиозная, скажем так. Здесь в Приднестровье или в Приднестровском конфликте этот элемент настолько затушеван. Он вообще несущественный. Нет, он существует в какой-то мере, но он совершенно неопределяющий. Это первое. И это делает Карабахский конфликт значительно более труднее разрешимый, нежели Приднестовский конфликт. Но, тем не менее, в Приднестровье так и не было достигнута какого-то существенного прогресса. И это еще раз говорит о том, что до тех пор, пока не существует какая-то договоренность между большими игроками, вовлеченными в урегулирование, до тех пор трудно предположить, что это урегулирование можно достичь. Поэтому, возвращаясь к Карабаху и проводя какую-то линию сравнения с Приднестровским конфликтом, мы можем сказать, что Приднестровский конфликт – это не внутренний конфликт, который решается на оси Кишинев-Террасполь. Вы меня опередили, я хотела задать именно этот вопрос. На этой оси невозможно его решить. Точно так же, как невозможно решить этот конфликт на оси Ереван-Баку. Все, это уже вышло за пределы. Хотя, если бы у нас было время, мы могли бы поговорить о истории этнического конфликта на Кавказе между Озерами и между армянами – это многовековая история. Лучше не надо. Ну да. Это займет слишком много. Это настолько от ней. Просто очень болезненно и для тех, и для других. Ну да, но мы там… Здесь совершенно разные истории. Мы можем достаточно отвлеченно говорить об этом, потому что это нас непосредственно не касается. Но если не говорить об этом, трудно понять, а в чем заключается суть этого конфликта. Потому что, и что самое главное, Карабахский конфликт, который был самым первым, собственно говоря, на территории еще Советского Союза. В 87-м году, по-моему, он начал. В 87-м, но вообще-то в 88-м феврале, когда Степанакерп разгласил свою независимость, и это привело уже к открытому конфликту. Так вот, нужно сказать, что Карабахский конфликт – это была звонкая подщечина. Данная концепции так называемой дружбы советских народов. Никакой дружбы не было. Был пресс, который осуществлялся соответствующими органами, партийными, а также корчетивными, это уже не русское слово, то есть органы насилия. Они держали, собственно говоря, под контролем межэтническую ситуацию. Как только этот пресс ослаб, все это моментально было выброшено на поверхность. И сегодня мы имеем то, что имеем. На протяжении, на всем пространстве Советского Союза было более 100 различных конфликтов, многие из которых были межэтнические. 30 конфликтов были активными конфликтами, а 6 или 4 конфликта дошли до вооруженного столкновения. А в Карабахе эти вооруженные столкновения продолжаются до сегодняшнего дня. С точки зрения исторической перспективы и истории геополитики в нашем регионе, вообще Приднестровский, мы переходим уже к Приднестровскому конфликту, безусловно, вы можете продолжать делать параллели. Такие конфликты, как Нагорный Карабах, нас больше интересует Приднестровье, вообще будут когда-либо разрешены? Или это будет вечная такая детонирующая бомба? В принципе, тренды, мировой глобальный тренд идет к тому, что количество таких открытых вооруженных конфликтов сокращается с каждым годом. Все меньше людей гибнут в таких конфликтах, и все меньше зон, в которых открытая форма военного противостояния. Это статистика. Перешли к дебребным бойням все? С другой стороны, я думаю, что процесс глобализации, процесс убыстрения, развития, информационный бум, новые технологии просто создают другие условия для государственного управления и межгосударственных отношений. То есть, в принципе, то, что происходит в Нагорном Карабахе сегодня, то, что происходит в Сахаре, в Южном Судане, имении и так далее, это все старые конфликты даже не 19-го или 20-го веков, это средневековье. То есть, они, правильно господин Царанов отметил, это идут корнями, они санктуализированы, вот эти конфликты. То есть, они для, например, почему я сказал, что больно говорить сегодня об истории армяно-азербайджанского противостояния здесь, потому что для них это священные вещи. Вы видите, какая мобилизация в обеих обществах. С другой стороны, конечно, существует достаточно много популизма в политике, для того, чтобы использовать такие конфликты для сиюминутных интересов. И это мы видим, кстати, и сегодня в Армении, в Азербайджане. Без этого нельзя делать этот анализ. И возвращаясь еще к тому, что вы начали вопрос господину Царану, нужно очень внимательно смотреть интересы так называемых больших игроков, глобальных игроков. И на сегодняшний день существует механизм урегулирования этого конфликта, так называемая Минская группа, в которую входят Соединенные Штаты, Россия и Франция. Турции там нет. И Турция, кстати... И, кстати, Турция была возмущена совместным обращением трех стран. И Турция, в отличие от Соединенных Штатов, России и Франции, имеет отдельную позицию. Она открыто поддерживает Азербайджан. И здесь, опять же, мы касаемся истории. Это примерно как Россия в Приднестровской истории. Проблема армянского геноцида, исхода армян из Турции, из тех зон. И поэтому здесь действительно геополитика переплетается и с политикой. Потому что, если говорить, например, о позиции Франции, мы можем вспоминать множество случаев и того, как французское общество относится к этим. Надо иметь в виду армянскую диаспору и во Франции, и в России, и в Соединенных Штатах, которые тоже играют большую роль. Но и азербайджанская диаспора тоже играет. Поэтому на глобальной, так сказать, шахматной доске играют роль и нюансы, и тренды. Значит, первый тренд, как я уже сказал, вообще предпочтение для дипломатических, политических инструментов в разрешении этих конфликтов, а не военных. Поэтому сегодняшняя эскалация или, значит, вот это наступление, которое ведут азербайджанские силы, значит, она является, ну, неким, так сказать, атовизмом, если хотите. Сегодня уже так эти вопросы нельзя решать. Потому что абсолютно понятно, если говорить о военной составляющей, то этот конфликт невозможно выиграть. То есть азербайджанская армия, даже если она превосходит армянскую армию по определенным типам вооружений, по количеству танков, по количеству самолетов, но немного, недостаточно для того, чтобы сделать блицкрик и, скажем, выиграть эту маленькую войну, как она сегодня подается, в том числе и в, если так, понимать достаточно хорошо, пропагандистский настрой, который сегодня существует в обеих обществах, в армянском и в азербайджанском. Но если судить реально по тем событиям, которые происходят, мы сегодня видим попытку Азербайджана вернуть эти себе территорию военным путем. И здесь, как говорил господин Царанович, важно понять, какой инструмент избирается для разрешения конфликта. Дипломатический и политический может длиться десятилетиями, потому что он иногда не может предусматривать разрешение конфликта в пользу одной стороны. То есть политическое и дипломатическое решение это компромиссное решение, когда никто не доволен этим решением, но тем не менее оно обеспечивает выход из конфликтной ситуации. Любое военное решение создает предпосылки для нового конфликта в будущем. Вот в чем суть того, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе. А насколько здесь важна и, наверное, даже неоднозначна позиция России в этом конфликте? Потому что, безусловно, Россию и с Арменией, и с Азербайджаном связывает общее советское прошлое. Россия пыталась на протяжении всех этих 30 лет выстраивать отношения и с Баку, и с Ириваном, но как-то, как-то исторически сложилось, что Россия является неким гарантом безопасности для Армении. Сейчас, я просто внимательно следила за тем, как разные эксперты в этой области высказывались по поводу позиции России, есть ощущение, что армяне ожидали большего вмешательства, открытой позиции, защиты со стороны России Армении, чего не случилось. То есть вот эта вот дипломатия в условиях такой острой фазы конфликта кажется армянам недостаточной. Донбасс, который не так давно случился, война на Донбассе, в которой Россия принимала участие. То, каким образом Крым был возвращен. То, что сейчас делает Азербайджан. Грубо говоря, Россия может сказать Азербайджану, что ты творишь, учитывая, что пару лет назад они путем, ну, под видом дипломатических или там общенародных инструментов взяли и просто себе, извините, но отжали кусок чужого государства. Сложная история, понимая. Давайте попытаемся разобраться. Это настолько пестрая картина, настолько, так сказать, мозаик настолько разношерстный, что даже трудно понять, а за что нужно ухватиться, чтобы, так сказать, объяснить. Что касается России, с моей точки зрения, Россия в достаточно сейчас выгодном положении. Выгодном, но очень сложном положении. Она может допустить ошибку, которой ей много будет стоить. Поэтому она, так сказать, не помогает, вопреки всем ожиданиям Армении, настолько активно, чтобы не совершить эту ошибку. Для нее сейчас энергичная политика в этом конфликте означала, или, скажем так, энергичное участие в этом конфликте означало бы, так сказать, очень высокую степень возможности ошибиться. Это первое. Второе. Что самое интересное, с моей точки зрения, я не слышал в течение этих дней, чтобы высказала свою точку зрения СНГ. Все эти страны являются членами СНГ. Казалось бы. И ОДКБ. Азербайджан является... Является? Является членом ОДКБ. Это так. Но проблема заключается в другом, что СНГ, которая по определению должна была бы выступить и сказать, что это главная, так сказать, международная организация в этой зоне. Обе страны, конфликтующие между собой, являются частью. ООН вовлечена, Совет Европы вовлечен. Минская группа высказывается и говорит, что нужно делать, а СНГ молчит. Это сейчас говорит о том, что СНГ — это мертвая организация. Это не функционирующая организация. Это организация, которая полностью подчинена Москве и говорит голосом Москвы. То есть это не международная организация. И поскольку Москва решила сейчас активно не выступать, СНГ не позволила занимать активную позицию. Это то, что Армения рядом с Россией является частью ОДКБ, а у России какие-то определенные интересы в Армении, достаточно существенные интересы. Это говорит о том, что Россия сейчас должна решить очень сложные задачи. А что делать? ОДКБ предполагает, что нужно помочь стране, члену ОДКБ, в случае, если страна, члену ОДКБ подверглась агрессии. Но до тех пор, пока азербайджанские войска не на территории Армении, до тех пор, что ОДКБ не работает. Принцип ОДКБ не работает. Это первое. Второе. У Москвы сейчас сложное отношение с Ириваном после прихода к власти Пашиняна. Это следующий вопрос, который... Вы прямо отгадываетесь сегодня всем вопросом. Для них Пашинян — это лидер, который пришел к власти в результате протестов. И который чрезвычайно усложнил отношения с Москвой. Предбелорусский вариант. Абсолютно. То есть для них такие лидеры очень неудобны. Конечно. Учитывая, что есть свой Навальный и так далее. Теперь в Москве что остается? Ну да, нужно помогать Армении. Но это значит помогать режиму Пашиняна. Некоторые обозреватели говорят о том, что для Пашиняна этот конфликт выгоден, потому что это предполагает отложить в сторону очень сложные проблемы, с которыми сегодня сталкивается Армения. Но на волне этого национального шовинизма эти проблемы уже можно игнорировать. То есть в сущности эта война каким-то образом помогает Пашинянам. Когда дом горит, никто про все не думает. Что касается Азербайджана, Алиева, то тут проблема опять-таки очень сложная. Я не думаю, что Алиев не понимает. И в принципе в Азербайджане это авторитарный режим. Я не думаю, что Алиев не понимает. Фактически монархический режим. Ну да, ему передали власть. Ну он передаст власть, судя по всему. Либо жене, либо... Да. Проблема заключается в следующем, что Алиев не может не понимать, что, с моей точки зрения, абсолютно обоснованно высказался мой коллега, что вообще военного решения конфликта в Карабахе не может быть. И Азербайджан не может выиграть эту войну. Почему же Алиев пошел на это? А все очень просто. Потому что в течение уже почти до более 30 лет часть территории Азербайджана, сейчас говорю не о Карабахе, а собственно Карабахе, территории Карабаха, занята армянскими войсками Армении. Речь идет о той территории, о той территории, которая отделяла Карабах от Армении. То есть Карабах всегда был анклавом, национальным анклавом в составе Азербайджана. У него не было прямой связи у Карабаха с Арменией. Армяне вынуждены были оккупировать часть искренно азербайджанской территории для того, чтобы осуществить этот контакт территориальный. И Алиев, как диктатор, как человек, у которого, так сказать, замашки, я решаю все проблемы, перед ним постоянно стоит вопрос, а что делать, собственно, этой национальной территории? Который занят армянами? Это первое. И второе. А Эрдоган, который союзник Алиева в этой войне, и вообще союзник Азербайджана, что говорит Эрдоган? Как он ответил на предложение минской группы? Прекратите огонь, садитесь за стол переговоров, и это единственная возможность решения. Что говорит Эрдоган? А почему вы 30 лет игнорировали тот факт, что часть территории Азербайджана занята, оккупирована Арменией? Давайте освободим. Пусть оккупанты убираются. И тогда сядем за стол переговоров. И нельзя не признать, что у Эрдогана есть определенная логика в такой постановке вопроса, и это ставит достаточно неудобное положение в меры представителей минской группы. Кстати, Россия в этом смысле тоже в достаточно сложном положении. А если увязать оккупацию, так сказать, Армении и территории Азербайджана с тем, о чем вы говорили, например, с Украиной, с Крымом и прочее, то Россия вообще предстает в очень деликатном положении. Поэтому настолько сложно, настолько противоречиво. И нужно учитывать, что политики никогда не говорят до конца всю правду. Более того, они очень часто используют политическую риторику, в том числе и деополитическую риторику, для того, чтобы спрятать настоящие свои помыслы и настоящие свои интересы. Поэтому, когда мы анализируем эту ситуацию, в том числе и в Приднестровье, нужно понимать, что между декларациями политиков и истинным положением вещей есть существенная разница, иногда очень большая разница. Хотели добавить, что... Почему у России нужно смотреть отдельно, как она себя ведет в этом регионе? Во-первых, и Армения, и Азербайджан это мононациональное государство. Там нет русской диаспоры, и там нет того влияния soft power, который Россия осуществляет в Украине и в Республике Молдове, и даже иногда в Грузии. Но при этом обе диаспоры, армянская и азербайджанская, присутствуют в России. Совершенно верно. Это очень большой фактор. Второе, Россия примерно наравне торговала оружием и продавала вооружение и Азербайджану, и Армении. Все эти годы. Несмотря на то, что, да, действительно, у России есть свои вооруженные силы на территории Армении, и это очень серьезный фактор, но, с другой стороны, пять лет назад Путин продал Алиеву на 4 миллиарда долларов вооружения. И у обеих стран, в принципе, в большинстве своем, значит, на 90% вооружение советского производства, который все еще. То есть, несмотря на громадные, значит, у Азербайджана 5,4, у Армении 4,7 от ВВП, расходы на оборону, но, тем не менее, они в основном... А это вообще много по стране? Это очень много. Ну, республика Молдова 0,4. Если есть Молдову, то это просто, так сказать. Вообще, это где-то среднее для стран, которые имеют большие вооруженные силы, значит, сравнимые с Соединенными Штатами и Российской Федерацией по этому проценту. Поэтому, плюс еще специфические взаимоотношения с другими странами региона. Тут есть своя роль, которую играет Грузия, есть очень важная роль, которую играет Иран. И поэтому, значит, любое движение России, она не только как патрон вот этих постсоветских государств и ту роль, которую Россия пытается играть наилучшим образом. Но еще и как бы региональные, значит, отношения. Уже не упоминая о специфике взаимоотношений России с Турцией. Вспомним прямые вооруженные столкновения российских вооруженных сил и турецких вооруженных сил и в Ливии, и в Сирии. И поэтому там существует совершенно другое. Представьте себе сейчас заявление, что если турецкие вооруженные силы, турецкая авиация будет сбивать армянские самолеты, то здесь Россия, конечно, выступит другим образом. Каким, пока еще непонятно, но, скорее всего, это будет военным образом. Скорее всего, это будут новые поставки, а может быть даже и прямое вмешательство. Ну, по крайней мере, для того, чтобы предотвратить активное участие турецкой или азербайджанской авиации над этим регионом. Но, как только, пока еще авиация на уровне вертолета, вот там сбивают, есть такая информация, это еще как бы местно. Но если будут подниматься МИГи, Сухой, значит, которые на вооружение обеих стран, этот конфликт уже вырастает в глобальный. Это будет совершенно другая история, потому что и в том числе есть еще предположение о, значит, ракетах средней дальности, которые есть у Армении, которые есть у Турции, которые есть у Азербайджана. Здесь это уже, так сказать, конфликт вырастает в совершенно другое. Уже не просто конфликт за возвращение территории Азербайджаном Арцаха. Я предлагаю немножко подняться над этим конфликтом и двинуться западнее в сторону дипломатического конфликта, за которым мы сейчас наблюдаем в Беларуси. Выборы президентские, которые уже большое количество западных стран, как европейских, так и западных стран, не признали, официально не признали результаты. Лукашенко, который все равно держится за власть, организовал себе и науграцию. Россия, которая открыто поддерживает Лукашенко. Вся эта история чем может закончиться для нашего региона? Я думаю, что это может привести к прояснению отношений, например, Запада и России к той же самой республике Молдова и Приднецовскому конфликту. Когда мы говорим Запад и Россия, мы ставим знак равенства между США и Евросоюзом или все-таки это разные позиции? Ну, по большому счету да. Хотя, конечно, есть нюансы. Политика Соединенных Штатов значительно более активна и она более оперативна, чем, например, реакции Европейского Союза. Там, извините, там демократия, коллектив, там надо принимать решения коллективные. Сейчас в дискуссии. Это всегда сложно. Там тратишь время. Там пока принесли. Ведет санкция против Евросоюза и Евросоюза. Абсолютно. Ну, Соединенные Штаты значительно продвинут в этом отношении. Там уже есть список, там уже, так сказать, говорят, есть конкретные люди, против которых санкции уже работают. Список, да. Да, в то время, как в Европейском Союзе выборочно пока все это делается. Ну, там пока только Кипр возникает. Ну, вроде бы, вроде бы уже Кипр дал согласие в обмен на жесткую позицию. У каждого свои интересы. Ну, Кипр просто не потому, что он против, а потому, что он увязал свои собственные интересы. Большая торговля. Да. Вы торговли. На европейском столе. Давайте вернемся к перенесовскому конфликту. Чем это грозит Республике Молдова? У Запада, я сейчас говорю о Европейском Союзе, у него нет другой возможности трактовать события в Беларуси, чем те, по которым он сейчас пошел. Конечно, Европейские Союзы и Соединенные Штаты прекрасно понимают, что они вот этим своим отношением к Лукашенко толкают его в руки в объятия России, в объятия Путина. Это совершенно очевидно. Но потери, которые могли бы быть на внутреннем, во внутреннем плане в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, они настолько большие. В случае, если бы они запоздали катастрофически с тем, что они делают сейчас в Беларуси, очень большие. Запад по определению не может по-другому трактовать то, что произошло в Беларуси. Это означало бы пойти против собственных ценностей, против того, над чем, собственно говоря, зыждется. А нас ждет Лукашенко до сихи до конца мандата? Ну, вы знаете, трудно сказать. Трудно сказать. Дело в том, что белорусская оппозиция, она лишь только от себя сейчас систематизируется, она структурируется. Она же, собственно говоря, не существовала, этой самой оппозиции. Ее забили под Плинтус, ее каждый раз разгоняли, каждый раз сажали. Были отдельные люди, которые выступали, но на уровне общества серьезной организации оппозиции не существовало. Но с другой стороны, как говорят сами представители белорусского гражданского общества, возможно, именно это спровоцировало развитие такого гражданского активизма во всей Беларуси, что на самом деле порой даже важнее, чем активность политических игроков. Этого уже не остановить, Лукашенко. Да, это не остановить. Вы знаете, Лукашенко приговорен. Проблема во времени. Сколько он удерживается, как вы говорите, сумеет досидеть до конца мандата или уйдет до того, как. Я думаю, что не это самое интересное. Проблема Беларуси сегодня это проблема России. до этих событий Россия господствовала в коллективном менталитете Беларуси, можно сказать, абсолютно. Россия – это Россия, об этом даже не обсуждалось. Сегодня там происходит очень серьезная дифференциация. Глубокие трансформации, да. именно из-за позиции России поддержки открытой Лукашенко. С одной стороны, Россия приговорена поддерживать Лукашенко, потому что Беларусь чрезвычайно важна в военно-стратегическом плане для России. И Россия просто нуждается в обидиентном режиме в Минске для того, чтобы обеспечивать свою безопасность на этом направлении, в стратегическом. А с другой стороны, в историческом плане Россия, несомненно, будет терять вот эту вот квази-унонимную поддержку в Беларуси, а это уже чревато большими вариантов. Ну да, после Украины еще и Беларусь. Я уверена, что у вас есть много что сказать. Я думаю, что ничего нового здесь не произошло и произойти не может. То есть режим Лукашенко все равно был персонально отграта в Европе, они даже не являются членами Совета Европы. И в этом отношении хоть вводи санкции, хоть не вводи санкции, серьезно не изменят позицию европейскую. Но согласись, в чем интрига? Одну секунду. Согласись, все-таки Европа и Соединенные Штаты значительно изменили свои отношения к Лукашенко в последние годы до президентских выборов. Они пытались использовать Лукашенко. Правильно, потому что Лукашенко начал активно использовать альтернативные варианты сотрудничества. Во-первых, пустил китайцев. Я был этим летом в Беларуси. Кстати, не согласен с вами. Там очень активная политическая жизнь, кстати, в Минске. Другое дело, что она не видна, другое дело, что она забита, другое дело, что они все сидят либо в Варшаве и в Вильнюсе и в Киеве или в тюрьмах и так далее. Но на самом деле там есть очень интересные политики, очень интересные люди. Просто действительно белорусское общество еще живет вот теми по тому темплейту и модели Советского Союза. В 2011 году, когда я был в Минске, у меня было такое представление, что такое же было бы у нас, если бы сохранился Советский Союз. Ни одной западной рекламы и так далее. Совершенно другим я увидел Минск в прошлом летом. Это уже достаточно много присутствия западных фирм, западных реклам и так далее. То есть вот эта открытость Лукашенко давала открытость к сотрудничеству с Западом, давала какую-то надежду, что действительно страна может каким-то образом демократизироваться и стать полноправным членом международного сообщества. Такого не случилось. И сейчас самая большая интрига проглотит ли Российская Федерация Беларусь полностью, либо будет сохраняться то статус-код, который она была до вот этих президентских выборов. А что лучше проглотит? Проглотить это действительно объявить реальным созданием союзного государства. То есть пустить полностью механизм. Это может быть и военная оккупация в случае, если бы выиграла бы оппозиция или Лукашенко каким-то образом бы пал бы. Либо так сказать сделать это мирным, тихим софт-пауэр путем. Ну понятно, что Лукашенко уже после всей той риторики антироссийской и после тех личных скандалов, которые были у Лукашенко с Путиным и с Медведевым, вряд ли можно говорить, что Россия поддерживает Лукашенко. Она скорее поддерживает свое присутствие, как говорил Царану, статус-кво. И Россия, конечно, хотела бы то есть Россия не хочет сейчас проглотить Беларусью или чтобы Беларусь стала частью Российской Федерации. Но Россия боится потерять Беларусью. Не хочет допустить западного влияния, то есть чтобы Беларусь стала бы действительно независимым и достаточно отстраненным от Российской Федерации государством. Но в долгосрочной перспективе, учитывая, что... Долгосрочной, я думаю, что Лукашенко заменят. Скоро уже два месяца, как беларусы протестуют. То есть Лукашенко действительно в том виде, в котором он есть. Во-первых, это очень эфемерная и очень недолгосрочная стабильность власти. То есть в России очень прекрасно умеют проводить социологические опросы, видеть настроение граждан и так далее. И я думаю, что они прекрасно понимают, что силовые структуры Беларуси долго не выдержат такого психоэмоционального настроя. И фактически придет время, когда они сами его задушат, Лукашенко. Вот вопрос. Понимаете? И поэтому, поэтому... Вы говорите, Лукашенко заменят. Эта замена будет неким... Будет обусловлена внешним фактором российским? Или это внутренняя ситуация настолько... Настолько внутренние элиты силовые поймут, что уже невозможно. Для них Лукашенко становится слишком большим риском, поэтому они его проглотят и сами заменят. Как это... По какому пути это пойдет? По той модели, как Россия действовала в Крыму, в Украине, как она действует сегодня в Армении, Азербайджане, я начал фразу, сказал, что мононациональный там нет диаспоры. Но и у Российской Федерации есть очень серьезная резидентура и в Армении, и в Азербайджане, и в Баку. Она очень много контролирует и экономическим путем. Вы не забывайте, что Азербайджан экономический партнер, все эти нефтепроводы и так далее, это очень серьезная. И это очень... в Армении, и в Азербайджане из-за мононациональности, она существует. То же самое и в Беларуси. Я думаю, что спецслужбы Российской Федерации работают достаточно активно. Я думаю, что на сегодняшний день Россия в принципе готовила, ну как-то анемично готовила замену Лукашенко. Я думаю, что этот процесс сейчас идет очень активно и каким-то образом создается сегодня новый лидер Беларуси, который смог бы поддержать вот этот статус-кво. Не меняя статуса Беларуси, значит, как... То есть для России и Федерации она может не суметь переварить вхождение Беларуси в Российскую Федерацию как административную, то есть испортить вот эту автономию Беларуси. С другой стороны, она не может выпустить Беларуси из-под своего влияния. Поэтому нужен новый лидер, он сегодня готовится, готовится определенно другими методами, чем это было в Крыму. Безусловно, там сегодня видно очень много креатива в создании, так сказать, есть, но вот это удержание Беларуси в сфере, так сказать, полностью российских интересов, это сегодня очевидно. Какова вероятность, что не получится удержать Беларусь в сфере российского влияния? Ну, теоретически это можно, так сказать, допустить. Сейчас на этом этапе это кажется достаточно маловероятным, хотя события в Беларуси в Туне внутри себя содержат очень много загадочного. кто знает, как может проявить себя белорусский народ, который до сих пор был настолько послушным, лояльным этому самому Лукашенко и прочее, прочее. Но вот то, что произошло сейчас в Беларуси, это еще раз говорит о том, что страной нельзя руководить на уровне менталитета представителя колхоза. В 21 веке. Когда ты репродуцируешь менталитет на уровне государственного управления, рано или поздно это привык к катастрофе. Что касается спецслужб, да, они действительно, российские спецслужбы всегда отличались определенной креативностью и достаточным влиянием, особенно на постсоветском пространстве. Это вполне естественно. В некоторых странах даже удалось президентом посадить агента спецслужбы. Но по большому счету Беларусь сегодня несомненно одна из самых интересных точек Европы. Потому что, собственно говоря, на белорусском опыте сейчас проверяется то, что называется столкновение цивилизации. Антингтон в этом отношении, он в Беларуси не учитывал в своих расчетах. Он, скорее говоря, о Кавказе, о мусульманском, христианском мире. Но вот Беларусь стала такой точкой. Вот сейчас на этом оселке проверяется проверяется восприимчивость для больших народных масс то, что называется цивилизационным выбором. Это западные цивилизационные выборы или евразиатские цивилизационные выборы. И совершенно очевидно, что запад сейчас и позиция запада в отношении Беларуси это не что иное, как рецепт, это западные рецепты или западные цивилизационные рецепты для переходного общества. И в то же время Путин приходит в том числе и роль женщины. Разумеется, Тихановская в этом отношении. Не только Тихановская в общем. Да, женская революция. Если называть революцией и как-то ее назвать, то она должна быть женской. С женским лицом абсолютно. Причем это не только дело в женах Тихановской кандидатии. Не только в лидерах, а и в самом протесте. Женщины действительно оказались невероятно активно. Я думаю, что Путин прекрасно и люди, которые обеспечивают интеллектуальное прикрытие путинской политики, они прекрасно это понимают и они каким-то образом сейчас ищут. Поэтому для них силовой вариант решения белорусской проблемы неприемлем. Это значит было бы провести очень четкое разгонячение между двумя цивилизационными выборами, а России это невыгодно. Она в цивилизационном сравнении проигрывает по всем параметрам. А этот цивилизационный выбор, о котором вы говорите сейчас в Беларуси, здесь в Молдове, он когда-нибудь будет совершенно четко сделан или у нас постоянно будет качаться из стороны из стороны? Мы смотрим, если смотреть на опросы общественного мнения, в последние годы проевропейский вектор заметно выигрывает в предпочтениях граждан, что мы вернулись, наверное, еще не вернулись к показателю, как было в 2007-2008 году. Но все равно, учитывая, какая власть у нас в последние годы, это действительно показатель, что люди больше высказываются за проевропейский вектор. Это очень интересное замечание, которое вы сделали. Пик симпатии к европейскому выбору у нас был именно в тот период, когда у власти находилась коммунистическая партия, Владимир Вароин, но которых очень трудно заподозрить в том, что они являются искренними и полными. Сейчас у нас тоже рост, смотрю, может, на самом деле молдаване, как и белорусы, они в вечной оппозиции к власти. Но вот вопрос в том, извини, я сейчас закончу, а почему это случилось тогда, в эти годы, во время правления Вароина, на последнем этапе правления Вароина? Все очень просто, потому что молдаване это достаточно законопослушные люди. если у власти находится политическая сила, которая говорит вам, вот это так нужно делать, они вообще-то это делают, хотя бывают, так сказать, отхождения от нормы. Воронин, который не был никогда убежденным проевропейцев, сказал, европейский выбор это хорошо, и это проводилось на уровне государственной политики. И молдаване сказали, да, окей, 70% молдаван это приняли. Вот когда политический класс, почему я говорю об этом, когда политический класс Молдовы или та часть политического класса, которая находится у власти, сумеет хоть на один шаг быть впереди общества, то есть действительно быть лидерами народа, тогда в Молдове произойдет то, о чем вы говорите. То есть закончится шатание. То есть у нас этот цивилизационный выбор тоже неизбежен? Или надо будет балансировать? Нет, я думаю, что партия социалистов угробила любую, так сказать, привлекательность вот таких фанатических лозунгов, как давайте вместе с Россией, так же, как и Плохотнюк убил любую привлекательность давайте станем членами Европейского Союза. Поэтому я думаю, что время фанатических лозунгов и таких достаточно черно-белых ушло. сейчас побеждает дискурс прагматический и я думаю, что все более для нас привлекательно и для нас все больше имеет значение то, что происходит в Румынии, я скажу. и то, что сейчас выборы в Румынии показали две очень интересные тенденции. Выиграли везде примары не ПСАДИсты или УСР или Пенеле, а выиграли примары, которые сумели правильно воспользоваться европейскими фондами. Те, кто эти фонды, потому что эти фонды, они лежат на столе, только надо подойти, взять их и правильно использовать в своем этого. И не важно, ты ПСАДИст или тогда выиграли ПСАДИсты, которые не брали взятки, которые сумели хорошо использовать эти фонды. Да, но Румыния это все-таки страна, которая определилась со своим геополитическим будущим. Цивилизационно не определились. Для нас, для той румыноязычной, для молдаван, румын, которые в Республике в Молдове, которые составляют все-таки большинство, этот опыт играет намного большую роль, чем просто призывы пропаганды, которые еще продолжают использовать, скажем, для тех, которые ориентированы на, скажем так, русскоязычные. И поэтому прагматизм этот выведет Республику Молдову быстрее, чем просто призывы давайте стать членами Европейского Союза. Поэтому сегодня ведущие политики правильно ориентируют свой дискурс на решение собственных проблем с использованием ресурсов. потому что на сегодняшний день если такой подход ... То есть меньше геополитики больше эффективности. Да даже не геополитики, потому что она в этом-то и присутствует геополитика, в том, чтобы использовать всевозможные ресурсы без того, чтобы антагонизировать. Вот в этом сейчас выход в Республике Молдова, потому что если ты будешь кричать я хочу в НАТО, я хочу в Евросоюз, ничего не произойдет, потому что ты не готов, потому что у тебя плохие дороги, потому что у тебя плохая администрация и так далее, и так далее. Это отличный вывод для этой программы. Я бы хотела услышать короткое мнение господина Царана. Согласны ли с тем, что настает время таких прагматичных лидеров? К сожалению, это пришло с определенным опозданием. Это нужно было еще вчера делать. Но Молдова это такая страна, где существует определенный этнокультурный разлом, и это во многом предопределяет очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Когда в культурном отношении, не в этническом, в культурном отношении страна более или менее однородна, там проблемы решаются легче, и там политикам, демагогам труднее проводить свою линию. А вот в такой стране, как Молдова, здесь это существует. И поэтому, когда мы говорим о прагматической политике, может быть, самым прагматичным является попытка найти решение гуманизации Молдавского общества, то есть объединение Молдавского общества, это самая трудная задача. Но без решения этой трудной задачи, навряд ли можно будет решить все остальные задачи, которые чрезвычайно важны, которые предопределяют, собственно говоря, каждодневную жизнь любого Молдавского гражданина. Поэтому, когда мы говорим о решении Молдавских проблем, мы опять-таки возвращаемся к извечному вопросу. Нам удастся наконец-то сделать гео- или цивилизационный выбор правильный, или мы по-прежнему будем болтаться между двумя цивилизационными Объединение общества может произойти через восприятие определенного цивилизационного выбора. Я благодарю вас за эту дискуссию, на мой взгляд, очень интересную. А мы с вами увидимся ровно через месяц на Волнах ради Европа-Лидера.